Можно ли не выйти на работу из-за жары? Возможно ли в Эстонии сокращенный рабочий день, укороченная неделя или сиеста? На что жалуются в трудовую инспекцию в знойную пору? Об этом и не только. Мы поговорим сегодня в студии. У нас в гостях консультант трудовой инспекции по вопросам рабочей среды Рейн Рейсберг. Здравствуйте. Добрый день. Итак, много ли жалоб на духоту именно в этот период? Да, таких жалоб нам поступает довольно много. Поступают звонки на наш инфотелефон, просто спрашивая какого-то совета, как работают, звонят и работодатели, но есть и жалобы на наши имейли, и с этими будут уже заниматься инспекторы, идут на предприятие на месте или тогда уже связываются с специалистом рабочей среды этого предприятия. И это уже июньские жалобы или было больше всего в мае тоже, когда у нас почти 4 недели стоял жалоб? Наверное, больше было в мае. Особенность этого года то, что жара поступила раньше обычного. Обычно у нас где-то в конце июня или июля были такие, что там было 30 градусов на улице в течение недели. Но в этом году было, по-моему, 4 или 5 дней в мае, и тогда жалобы поступали со школ. Если это жара в июле, тогда школы не работают, там проблем нет. Но, к сожалению, у нас в многих школах вентиляция не совсем новая, не хорошая, и тогда были проблемы с температурой в учебных классах. И в этом смысле хорошо, что июньская жара пришлась уже на каникулярное время. Будет ли тудовая инспекция останавливать работу в должных помещениях? В принципе, это возможность есть. Но мы все-таки вначале постараемся дать работодателю либо совет, либо приписание, что-то предпринимать. Но иногда есть возможность какие-то, хоть обычные вентиляторы, хотя бы из них пользы довольно мало, если там на улице 30. Ну, хотя бы типа ветра что-то есть. Но чтобы дали, например, больше перерывов, которые войдут тогда в рабочее время. То есть не за счет работника этот перерыв? Нет, это уже входит в рабочее время. Просто из-за того, что рабочие условия плохие, и рабочий должен больше отдыхать. Вот если хоть бытовые помещения прохладные, тогда можно идти в это бытовое помещение, там сидеть минут 10-15, можно продолжать в этом жаре, чтобы была питьевая вода, желательно минеральная вода. Если там есть душевые, например, то некоторые работодатели даже предлагают, кому хочется в течение рабочей смены, идите принимайте тушь прохладную и обратно на работу. И бывают и такие, что не совсем то, что сиесто, но бывает такое, что начинают работу где-то утром в 6. Те предприятия, которые обычно начали с 8 или 9, они начинают уже с 6, и тогда заканчивают где-то в 2 часа, тогда это жаркое время не меньше станется. Такого варианта, что работаем до обеда, и тогда перерыв где-то на 4 часа, и вечером снова. Как в южных странах. Такого сиеста я не встретил еще в Эстонии. А вот что вы думаете о том, чтобы узаконить сиесту в Эстонии? Я не знаю, может быть, это рабочее мне нравится, за то, что для некоторых, особенно здесь в Таллине, езда дома и обратно, это берет у тебя час-два, и если это перерыв там 4 часа, половина сиеста ведет на езду, стоит ли? Да, тут возникает вопрос. То есть очень много нюансов, к сиесте нужно готовиться. Да, наверное, есть некоторые работы, где возможно, но такой практики у нас, если есть, то очень мало. Но вполне в нашем случае можно говорить о дополнительных перерывах, вы уже это упомянули, и о более гибком рабочем графике, более прохладные утренние часы, и так далее, и так далее, начинать смену. Вообще, где границы нормы? С этим немножко тяжеловато. Дело в том, что в законодательстве, у нас есть закон о гигиене безопасности труда, там указано, что температура, помещение, внутренняя температура тоже будет подходящая к этой работе. Там никакого шифра нет. И единственное, мы писали, у нас есть такой портал, как ТОЭЛУ, рабочая жизнь, и там есть какие-то нормы, советы, в принципе, и эти исходят с какого-то старого постановления, но, к сожалению, это постановление уже не действует, но все-таки эти шифры или эти градусы действуют и сейчас, и советуем, чтобы исходить с этих. И, например, если у нас есть такая самая легкая работа, в принципе, мы сидим где-то со столом, не надо ходить, не надо ничего поднять, то эти нормы с 9 до 25. Это офисные работники. В принципе, офисные работники. Если, например, уже где-то в магазине, там кассиры, которые тоже сидят, но они перемешают эти товары, которые покупают, там тогда уже на градус или 2 меньше. И если уже такая тяжелая физическая работа, тогда этот самый верхний, по-моему, был 21 градусов. До 21. Да, если тяжелая физическая работа. Разумеется, на улице это регулировать невозможно, но там должны быть какие-то встречные шаги со стороны работодателя. Там, скорее всего, тоже эти перерывы, зависит, что за характер работы, если есть какие-то строительные работы на объекте, там у них есть это бытовые контейнеры, там тоже есть кондиционеры, могут там отдыхать иногда, использовать эти перерывы. А, конечно, если, например, работа где-то стройка дорог, там это тяжелее. А сколько перерывов дополнительных можно запросить? Тоже ответа нет в законодательстве. В принципе, это идет из анализа риска конкретного предприятия. Но если... Получается на усмотрение работодателя. Но не совсем. Если у нас такая довольно обычная, что у нас, если 8-часовой рабочий день, тогда 10 или 15 минут до обеда, другое 10-15 минут после обеда, если тогда все-таки это жара, температура выше, тогда обычно наполовину больше. Так что до обеда 2 перерыва, где-то 10-15 минут. После обеда снова 2 перерыва. Это ведь по сути получается сокращенный рабочий день по умолчанию. Если дополнительные перерывы. В этом смысле, что рабочий работает меньше, будет как будто сокращенный, но зарплата должен быть за больный день. За то, что эти перерывы войдут в рабочее время. А может ли работник ходатайствовать об изменении графика работы? Это зависит от характера действия этого предприятия. Если есть возможность, пожалуйста, например, если это человек работает продажом, где-то в торговом центре, который откроет здесь где-то 20, там очень мало возможностей что-то менять. Там невозможно, что это рабочий поступает на работу утром в 6. И если ты ходатайствуешь, настаиваешь о частичном рабочем времени, то, наверное, и зарплата будет частичная в этом случае. Да, если уже договориться, что я буду работать только 4 часа в день, тогда, конечно. Но это там должен быть договор между работодателями и рабочими. То есть правильно ли я понимаю, что главное и основное послабление, которое вообще возможно со стороны работодателя, это, конечно же, не в трудовом режиме, не в трудовой дисциплине, а вот пару дополнительных перерывов? Это, да, самое первое. Самое первое основное? И тогда тоже, чтобы вода была, питьевая вода. А можно ли не выйти на работу из-за жары и сказать, мне вот страшно плохо станет, и я опасаюсь за свое здоровье? Это уважительная причина или прогул все-таки? По-моему, это неуважительная причина. За то, что все-таки рабочий должен идти на работу, быть там на рабочем среде, и если реально там эта температура такая высокая, то начинать работать, но через какое-то время уже сказать, что теперь не могу, не надо дождать того, когда надо уже вызвать скорую. И, конечно, можно раньше прекратить работать, но сказать работодателю, что вот я постарался сделать сколько мог, и больше не могу, температура слишком высокая, а не то, что я звоню из дома и говорю, что я смотрю, что на улице 32 я не выйду. То есть в любом случае работнику нужно прийти на работу или как минимум предупредить работодателя, что ты не готов выйти на работу. Вот есть такая информация, что в случае игнорирования просьб со стороны работника работник неоднократно сообщал работодателю, что условия работы невыносимы и слишком жарко, а работодатель никак на них не отреагировал, тогда можно не выйти на работу, но опять же предупредив работодателя. Но это не совсем правильно. Все-таки на работу надо выйти, но сколько я буду там реально работать, это другое дело. Там очень тяжело потом так сказать, что я все-таки хотел работать, но сам не вышел на работу. А можно ли устроить забастовку? Из-за жары, из-за того, что ноль реакции со стороны работодателя? В этом плане теоретически за то, что там есть некоторые шаги или этапы, которые надо проходить до того, когда будет забастовка. Не то, что мы чувствуем, что у нас сегодня слишком жарко, и мы скажем, что вот теперь будет забастовка. То есть должна быть официальная процедура, согласованная. Для этого есть свое запоминательство, и до этого надо следить. И, скорее всего, это тоже будет забастовка за свой счет. Вряд ли работодатель. Но там зависит, кто там слен профсоюза, кто нет, какие там возможности. А какие вообще возможны санкции к работодателю в случае, если он отказывается, как-то пойти навстречу работникам и сделать условия для работы более приемлемыми. Там не устанавливает кондиционер, вентиляторы, не устраивает перерывы, не дает питьевую воду и так далее. Вот возможны санкции. Что грозит работодателю? Тогда грозит работодателю штраф. Наши инспекторы в прошлом году приняли такое решение, что если температура выше 30 градусов и работодатель никаких мер не принимает, тогда будут штрафовать этого работодателя. Если там, например, 30 градусов, но все-таки дадут больше перерывов, есть прохладная вода, можно там принимать душ, но мы не можем в большие промышленные помещения поставить кондиционер, чтобы было более прохладно. А размер штрафов каков? Для юридического лица 32 тысячи. То есть серьезная все-таки сумма? Это довольно серьезная, да. А часто ли вы применяете такие меры и на основании чего? Опять же, жалоб или уже конкретно установленных в ходе ваших рейдов в случае? В моем прошлом году все-таки были какие-то санкции из-за того, что было слишком жарко на рабочем месте. Но если смотреть целый год, тогда большинство связано с другими нарушениями. Вы сказали, что в мае довольно много было обращений, связанных с тем, что установилась духота, невыносимая в школьных зданиях. А опять же, применялись ли какие-то меры к школам? Вообще, как решались эти проблемы? Что я видел с телевизора, ученики просто сидели где-то на полу возле открытого окна. Такие возможности. Они сделали уроки немножко короче, все уроки там 5 или 6 или 7, сколько должен быть, но короче, они могли заканчивать где-то 12 или час. Такие варианты были, да. А вы выезжали на место на вызовы после жалоб? Я даже не могу сказать, что я сам не связан с надзором. Они выезжали или сколько им это жалоб поступило? Я не могу сказать, что я знаю той информации, которая идет нам на инфотелефон. А есть ли смысл вообще жаловаться? Я думаю, что есть. Есть у нас, к сожалению, такие работодатели, пока об этом говорит свой рабочий. Тогда он считает, что все нормально, ничего не надо делать. И иногда даже достаточно с того, что инспектор труда звонит работодателю. Тогда он уже понимает, ага, инспекция труда знает об этом. Если ничего не буду предпринимать, может, тогда даже приезжал к нам. Или если уже инспектор решил, что надо поехать туда на месте, тогда, в принципе, они тогда реагируют все-таки. А как потребовать установить кондиционер в помещении? Вообще может ли это сделать работник и нужно ли это делать? Наверное, такого варианта нет, что рабочий может требовать, чтобы установить кондиционер. То, что это зависит из рабочего места. Если большое помещение, то это будет очень-очень дорого. Не просто то, что система сама, но то, когда это будет работать, сколько эту энергию берет, вряд ли. Рабочий, в принципе, может требовать то, чтобы температура была более нормальная. А как ее обеспечить, уже решает работодатель. Да, это уже решает работодатель. И того может требовать, что у нас больше этих перерывов в течение рабочего времени. Того может. А можно ли настаивать на дистанционке в таком случае, если суть работы позволяет уходить на дистанционную работу? Ну точно, если суть работы позволяет, тогда можно, конечно. Спасибо вам за эти разъяснения и за то, что вы нашли возможность прийти в нашу студию. Спасибо. А мне остается напомнить, что сегодня у нас в гостях был консультант трудовой инспекции по вопросам рабочей среды Рейн Рейсберг. Благодарю вас за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова